За 16 лет реализации стипендиальной программы фонда Потанина обладателями потанинских стипендий и грантов стало более 26 тысяч студентов со всех уголков России. Для многих из них признание фонда стало настоящей путевкой в жизнь. Сегодня победителя программы можно встретить абсолютно везде. В бизнесе, науке, общественных организациях и даже в политике. В этом году семья потанинца стала больше еще на 500 лучших представителей студенчества России. И 15 из них, кстати, учатся в Казанском федеральном. Если Потанинка тебя признала, значит действительно я что-то стою. И к нам еще сразу сказали, что если вы стипендиат Потанинки, значит семья, что это навсегда. Вы прошли этот путь, у меня есть значок Потанинского лауреата. Это очень здорово. Для меня это просто дело не в деньгах, дело именно в признании того, что я действительно смог этого добиться. И я стал потанинским стипендиатом. То есть для меня это огромная победа. И я, значит, все делаю правильно и дальше буду стараться добиваться только лучших результатов. Если одним стать обладателем заветной стипендии помог богатый опыт общественной деятельности, то другим достижения в науке и образовании. Динара Файсханова одна из таких. У нее за спиной не один десяток ярких выступлений на научных конференциях и форумах и не менее ярких открытий. Кстати, участие в конкурсе на соискание потанинской стипендии для нее тоже не обошлось без открытий. Для меня было новым то, что человек вносит такой небольшой вклад в большое дело. Я это знала и раньше, но для меня это было такое очень интересное осознание лично для себя. То есть ты задумываешь о себе не просто как о специалисте, как о биологе, в частности, это я, но и в целом вообще что ты делаешь для этого мира, что ты, какой добро ты несешь, какой вклад ты делаешь в развитие в целом мирового сообщества. Среди стипендиатов фонда Потанина и СКФО есть и счастливчики, которые сорвали джекпот дважды. Юлия Калимулина уже побеждала в конкурсе четыре года назад. Тогда ей и ее товарищам по проекту Гримбокс удалось заявить о себе на всю страну. Сегодня Юля полна новых идей и планов и не терпится поделиться ими. Сейчас мне уже интереснее даже на школу я подалась, опять же, в этом году, на летнюю школу фонда Потанина, для того, чтобы ребятам молодым, которые первый раз вообще не знают, что такое социальный проект, как-то помочь и как-то, может быть, кто-то еще такую же зеленую коробку у себя там в городе сделает, может, еще что-то. Вот, то есть сейчас моя жизнь направлена больше на тренерство, чем на участие как такого рядового стипендиата. Хочется как-то делиться своим опытом, потому что мы прошли огонь, воду и медные трубы, пока мы реализовывали проект. Кстати, как признались нам новоиспеченные потанинцы, в том, чтобы стать обладателем стипендии фонда Потанина, нет ничего фантастического. Стоит только захотеть, и перед тобой растопятся даже горы. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюс. Руслан Уразаев, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова